Всем привет, дорогие друзья! Возвращаемся к нашей дискуссионной молодежной площадке Анатомия Права. Напоминаю, что сентября месяца у нас будут уже наши встречи, обсуждения. А сейчас продолжаем цикл видеолекций, посвященный праву. Я очень радостно приехала из Волгограда, покупалась, поела вкусные еды, отдохнувшая, загорела. И сейчас буду с вами делиться впечатлениями. На самом деле это будет больше рекомендаций, советы, нежели какие-то серьезные темы и обсуждения федерального законодательства. Это общие рекомендации, основанные, конечно же, на наших правах и обязанностях на территории Российской Федерации. Итак, первое, о чем я хочу сказать, что лететь до Волгограда всего 2 часа 20 минут, и вы будете уже купаться в Волге на белом песочке, лежать и загорать, это самое приятное, чего я абсолютно очень долго ждала. А второй момент, конечно же, правила посещения и поведения в аэропорте. Самое важное, это вот как раз мое наблюдение, да, так как я летаю достаточно редко, но правила изменяются, и потребности меняются, и, конечно же, наблюдения, все четче и детальнее запоминаются какие-то моменты, соответственно, хочу обратить на это внимание. Первое, то, что в аэропорт одеваться нужно достаточно просто и легко, минимум металлических вещей, минимум гаджетов, потому что это упростит всю систему досмотра, личного осмотра и так далее. Да, у нас проходит контроль безопасности, служба безопасности на предмет всех запрещенных веществ, это уже отдельно регулируется с законом, и, конечно же, запрещено перевозить радиоактивные наркотические вещества, и большой список еще вот такой остальных веществ, конечно же, оружие, но оно рекламентируется также с авиаперевозчиком, если это огнестрельное оружие. Холодное оружие запрещено, но если есть необходимость, да, соответственно, также ставим авиаперевозчиков известность, но это больше такие, ну, детализированные моменты, которые, как потребителям, нам на данный момент не нужно. Итак, одеваемся достаточно просто, никаких металлических вещей, пуговиц, ремней лучше не брать, потому что в аэропорту нас разденут полностью, будем стоять на службе контроля и досмотра, придерживая руками брючки, шортики и так далее, и это, ну, недостаточно комфортно. Штаны на резинке, брюки на завязочках, каких-то тряпочных ремешках и так далее. Верхнюю одежду, конечно же, попросят снять, и если мы просто в футболке, это также упростит всю процедуру. Что делать с обувью? Это тоже важный момент. И в аэропорту стоит такое объявление, что рекомендуется надевать обувь на подошве менее одного сантиметра. Обувь такая будет привлекать, которая выше одного сантиметра, один и более. Привлекать внимание, потому что там можно что-то спрятать, вот то самое запрещенное. Также особое отношение к каблукам. Каблуки выше 2,5 сантиметров запрещены, шпильки запрещены. Опять же, сотрудники контроля и досмотра и сотрудники службы безопасности попросят вас переодеться. Здесь, скорее всего, те аспекты, если происходит какая-то экстренная ситуация, аварийная вынужденная посадка, да, и будет тот резиновый трап подвезен к самолету, и нужно будет экстренно спускаться. Соответственно, каблуки могут повредить данный трап, и тогда это будет не очень приятно, да, потому что мы повредили и имущество аэропорта, да, и, соответственно, ну, нас просто скажут, все, раздевайтесь, спускайтесь босиком. Это тоже может быть не очень удобно, не очень гигиенично. Что брать с собой там в рюкзаке? Продукты питания, как правило, можно взять, но определенным весом, если ручная клад разрешается до 10 килограмм, поэтому какие-то сухарики, чипсы, шоколадки в закрытой фабричной упаковке можно провозить. Скоро порчащиеся продукты, конечно же, нельзя, как правило, к фруктам, там, яблоки, бананы, груши, ну, каких-то таких требований нет. Но здесь тоже можно сказать, что влияет больше не законодательство, а тщательный осмотр сотрудника и вот эти требования сотрудника, который попросит выкинуть и избавиться от данной продукции. Если я говорю именно о внутренних рейсах, о международных рейсах, я не говорю, но, опять же, будут нюансы. Можно, что что-то запрещено ввозить будет в другие страны. Сыр, орехи и те же шоколадки могут быть запрещены так же, как на ввоз, так же, как и на вывоз. Но здесь уже детально. Если у нас ручная кладь более 10 килограмм, а проверить можно именно в самом аэропорте, специальные контейнеры стоят, что если закрывается, то все хорошо, ручную кладь можно провозить. Если нет, то убираем все в багажный отсек. И здесь второй момент, что при покупке билета в багаж у нас может быть регулируется. Если это эконом-класс, как правило, до 10 килограммов в багаж можно перевозить спокойно. Если свыше 10 килограммов, нам придется заплатить дополнительные денежные средства за перевес багажа. Но, опять же, если говорить просто о общечеловеческом факторе, то сотрудники могут закрыть глаза на перевес в 200 грамм, в 500 грамм. Но если килограмм и более, то здесь уже придется заплатить по установленным тарифам. Тарифы, как правило, в среднем 700 рублей килограмм. Здесь тоже понимать, рассчитывайте, взвесьте, когда собираетесь в свой чемодан, что вы там взяли, и минимальное количество необходимых вещей соберите в этот чемодан. Для бизнес-класса, как правило, вес багажа до 20 килограммов. Поэтому здесь мы можем спокойно собрать чемодан в 20 килограмм, взять свои наряды, платья, туфли на каблуках и шиковать по другому городу красивыми, веселыми и в хорошем настроении. Что запрещено говорить в аэропорту, чтобы не нарушать никакое законодательство. Неуместные шутки. Да, я провожу оружие, они вообще запрещены. И если мы посещаем общественные места, где нас проходит процесс досмотра со стороны правоохранительных органов, охранного подразделения, вот эти шутки неуместны. Что у меня там в чемодане нож, я везу пистолет и так далее. Шутки о терроризме и кислоте как раз неуместны. Здесь мы больше привлекаем внимание, и, соответственно, нас могут провести в комнату уже личного осмотра и досмотра. Соответственно, мы можем опоздать на рейс, нас могут задержать, нас могут отказать вообще в рейсе. И на борт самолета мы уже не попадем. Соответственно, спокойное, хорошее настроение. Смотрите, что разрешает перевозчик, что запрещает. Если какие-то моменты все-таки возникли, то лучше уточнить напрямую у авиаперевозчика. Все детально вышлют в список, и мы уже будем спокойно ехать в наше хорошее, замечательное летнее путешествие. Еще один момент все-таки касаемо правил безопасности и техники безопасного поведения на борту самолета. Как правило, конечно же, пассажиры хотят поменяться местами, чтобы сидеть вместе с детьми, с семьей, с мужьями, друзьями. Но иногда лучше комфортно выбрать место, заплатить за дополнительную услугу. Она стоит, как я посмотрела, через своего авиаперевозчика, в районе 300 рублей. Но это может быть и 100, и 700 рублей. И выбрать уже то комфортные места, где вы будете сидеть вместе. Соответственно, если действительно не получилось по каким-то причинам выбрать необходимые места, то поменяться уже можно при помощи бортпортневиков и персонала уже, который находится на борту самолета. Все-таки техника безопасности существует, и ее необходимо соблюдать. Если у вас нет никаких претензий друг к другу со стороны пассажиров, обратитесь, пожалуйста, к бортпортневику и скажите, что вы хотите поменяться. Они внесут изменения в ваш посадочный талон, в списке пассажиров, чтобы не было никаких недоразумений в дальнейшем. Как правило, компании не отказывают, и это все регулируется. Даже если есть свободные места, бортпортневники вас пересадят на то комфортное, удобное место. Если вы едете с детьми, и вы находитесь в разных местах, то детей все равно сажают вместе с родителями. Здесь услуга уже бесплатная, здесь, конечно же, уже идет ответственность за ребенка. То есть здесь уже нужно урегулироваться со стороны бортпортневиков. Соответственно, чтобы не нарушать комфорт других пассажиров, планируйте свое путешествие, не экономьте на своем комфорте. И ждем вас снова в сентябре на нашей дискуссионной площадке «Анатомия права». Продолжение следует...